Добрый день, уважаемые радиослушатели, я и на СБР, приветствую вас. Евгений Копеин, как всегда, отвечает за качество нашего эфира. И наши телефоны 672 12 93 9, 672 13 93 9, и на портале mixnews.lv вы можете задать свои вопросы. И у нас сегодня гость доктор геологии, профессор факультета географии и земельных наук Латвийского университета Эрвин Локшевич. Добрый день. Здравствуйте. Я правильно назвала ваши, ну, как бы, обязанности, должности, звания? Спасибо. Да, еще вы палеонтолог, да, это как бы специализация ваша. Но я бы назвал наш факультет, скорее, наук о земле, географии и наук о земле. Земельных наук это звучит как-то чересчур. Ну да, это немножко так, это вот, это те, которые когда строятся стоимости, нам предъявляют. И поводом для нашей сегодняшней встречи стало вот появившееся вчера сообщение о том, что группа исследователей Латвийского университета летом отправляется в Гренландию и будет изучать что-то там, связанное со льдом. И априори уже как бы поставлена такая цель, они хотят узнать, почему изменяется климат. Идет, в принципе, ученые спорят, некоторые говорят, что похолодание, некоторые говорят потепление. И, по-моему, между ними такого общего знаменателя так пока еще не существует. Ну вот Гренландия, которая упоминалась и в сказках, в сказке о Снежной королеве, да, понятно, что даже те, кто не знаком с географией особенно, да, не понимают, что там холодно. И там, вероятно, есть как раз вот эти вечные льды. Именно на Гренландии находится, на этом острове находится самый такой северный, скажем, участок суши. То есть, вероятно, они, может быть, даже не туда отправятся, но, во всяком случае, в районы, где существуют, как я понимаю, вечные льды и будут, в общем, чем-то там заниматься, чтобы выяснить, что у нас происходит все-таки с климатом. Вот расскажите, пожалуйста, что вы, как их коллега непосредственно, знаете об этой экспедиции, кто туда поедет и вообще какой интерес в этом для Латвии? Ну, во-первых, хочу сказать, что эта экспедиция организована геологами и географами нашего университета и нашего факультета. Пока их пять, я так думаю, что в составе пяти человек они отправятся туда, у каждого свои какие-то задачи. Это Марс Криванс, который занимается геоморфологией, специалист по рельефу. Это Иоанн Скаруш, геофизик, доктор геологии, но геофизик. Работает с георадаром. Мне кажется, про то, как работают с этой аппаратурой, нужно будет немножко подробнее объяснить потом. Кристоп Сламстерс, глициолог. Это специалист по ледникам. Агнес Ретч тоже занимается геоморфологией, и он специализируется на системах географического позиционирования. Чтобы точные замеры проводить на ледниках в определенных местах, нужно, конечно, постоянно связываться со спутником, уточнять, где ты находишься по GPS. И последний – это Рейн Спавелс. Он студент второго курса, очень активный, и он отвечает за фиксацию, за фото, видеофиксацию и так далее. Вот в составе пяти человек экспедиция направится в Гренландию в конце июля, и в начале августа они уже вернутся домой. Как вы уже упомянули, Гренландия, помимо Антарктиды, это очень обширная территория материковая, на которой распространены ледники. Мы их называем обычно многолетними, хотя на самом деле почти действительно всю, ну, по крайней мере, жизнь человека точно существует. Многие тысячелетия существуют в этих местах территории и Гренландии, и Антарктиды. Очень труднодоступные. Туда непросто добраться. И поэтому изучение изменений климата и как реагируют на эти изменения ледники, то или они тают, или, может быть, вновь накапливается снег, лёд, и объёмы только увеличиваются, в основном изучаются на расстоянии. Каким образом? Ну, спутниковые, наверное, какие-то. Да, ныне спутники предоставляют обширную информацию, и можно её анализировать и моделировать процессы. А вот наблюдений на месте очень мало. Их просто очень не хватает. К тому же не всё можно со спутника наблюдать. К примеру, что касается дренажа. Ну, это сверление такое, да? Нет, не совсем. Дренаж, ледник обладает собственной дренажной системой. То есть он тает, и тает не только с края или с поверхности. Ну, может, и с центральной части. Да, где-то, может быть, и не в самой центральной, а ближе к краям. Талые воды проникают сквозь трещины к самому основанию ледника, и там целые реки иногда бывают. Так вот эти каналы можно изучать двумя способами. Во-первых, можно туда забраться. Тогда, когда талые воды схлынут, можно забраться в каналы и посмотреть. Не хотите вы сказать, что наши исследователи туда отправятся прямо в какие-то опасные трещины? Они будут заниматься как раз-таки противоположным занятием. Второй метод, как изучать вот эти каналы, это совершенно безопасный метод с использованием георадара. Что касается первого, то есть забираться в эти каналы может только тогда, когда воды схлынут. Я так подозреваю, что в июле, в августе – это время как раз максимального таяния ледника. Так что туда забираться… Физически невозможно. Нет, невозможно ни в коем случае. Дело вот в чем, что процессы таяния ледника, они не до конца хорошо изучены. Хотя изучение уже продолжается какое-то время, с 70-х годов прошлого столетия. Но, тем не менее, очень многого мы еще не знаем. И вот задача и главная цель наших исследователей – пройтись по краю ледника и максимально возможно точно определить, где и каким образом располагаются эти каналы, через которые вода стекает с ледника, но под ледником. Для этого и нужен георадар. Он работает таким образом, что излучает высокочастотное излучение. И от каких-то поверхностей, где очень резко меняется плотность, ну, скажем, лед переходит в основание ледника, а в результате поверхность отражает вот эти вот высокочастотное излучение и посылает как бы эхо, который воспринимается георадаром. И по разнице распространения звука, по разнице скорости распространения звука, эти поверхности можно отличить. Очень хорошо можно георадаром искать, к примеру, какие-то очень древние постройки, которых занес песок. Поскольку песок и камень, конечно, очень сильно отличаются. По плотности. По плотности, да, и по скорости распространения этих излучений. И в изучении их ледника георадар очень хорошо может помочь. Ну, и к тому же Иоанн Скаруш еще надеется, может быть, удастся какие-то, ну, добыть новые сведения также о том, каким образом можно еще улучшить этот георадар. Дело в том, что эти георадары производятся в Латвии. И Иоанн Скаруш, он помогает производителям улучшить эту аппаратуру. То есть вы хотите сказать, что это такой прибор универсальный, который вот, собственно, создается у нас, наверное, как мелдранат, да, получается? Только мы производим или кто-то еще? Нет, не только в Латвии производят, и в других странах. А скажите, а причины таяния можно установить? Ведь они, я понимаю, они будут по плотности нахождения льда в разных областях, будут устанавливать, допустим, интенсивность таяния льда. А причина в этом, весь мир обеспокоен тем, что у нас ждет, да, то есть наступит ли новый ледниковый период, или, как говорят другие, что наоборот будет всеобщее таяние, всеобщий потоп, и, в общем, будет меняться, скажем, географическое уже очертание и суши, и, в общем, тут, ну, все будет очень нехорошо. Да, именно с такой вот целью они едут, чтобы уточнить, насколько много воды ледник теряет, и, естественно, в таком... И с какой интенсивностью происходит таяние. Ну, вообще, таяние летом – это естественный процесс, это нормальное явление. Другое дело, если вновь выпавший снег, который потихоньку превращается в лед и накапливается, если этот процесс более медленный, а таяние более убыстряется, то, естественно, мы будем терять ледники, а если выпадают достаточно много, то, может быть, придет в какой-то момент таяние и выпадение, или накапливание льда в более-менее гармонической такой ситуации, да, а может быть и наоборот. Иногда бывает, что ледники даже и распространяются, поскольку, например, очень благоприятная зима, скажем, много очень снега выпало, это мы очень хорошо можем наблюдать в Норвегии, где я лично тоже пару раз бывал в Норвегии, правда, совершенно с другими целями, но, тем не менее, наблюдал, что в одном случае ледник очень быстро в течение... Разрастается, да, если можно. Шлет уменьшился, а выпала очень интересная холодная зима, довольно много осадков, и он продвинулся вперед на метров на 300, так что... То есть говорить о том, что будет такая вселенская катастрофа, и у нас растают все ледники, и материки зальют водой, в общем, наверное, преждевременно. Нужно еще исследование и очень много наблюдений. Вот наблюдений мало. Наши поедут туда наблюдать, это для них очень важно. Скажите, вот результаты их исследований, они, допустим, будут обнародованы здесь в Латвии, это, скорее всего, понятно, да, но только в научных кругах, или об этом узнает общественность, и как европейская наука, ну, может быть, не только европейская, а вообще международная, может ли заинтересоваться теми результатами, которые получат в результате этой экспедиции латвийские ученые? Да, я так думаю, что результаты определенно будут. Ну, какие, это пока трудно сказать. Будут, конечно, доложены здесь у нас наверняка... На ученом совете или где-то? Ну, ученая конференция, думаю, состоится даже. Я очень сильно надеюсь, что они будут проводить фото- и видеофиксации, в результате будет, может быть, даже... Такое досье, да, созданут? Снят фильм, кто его знает, очень хочется надеяться, что сможем что-нибудь посмотреть все вместе. А что касается изучения гренландских ледников, то, я уже повторюсь, с 1970 года довольно многие европейские страны, но не только. И другие страны тоже принимают участие в этих изучениях. Они очень заинтересованы, конечно, в том, что больше материала. Ну, правильно, потому что говорят о прониковом эффекте, о том, что у нас выброс этих, скажем, веществ, которые согревают планету, да, и, в общем, конечно, это, наверное, от этого зависит, собственно, и жизнедеятельность нашей Земли, и, скажем, дальнейшие какие-то, я не знаю, может быть, и промышленные развития. Это всё связано. Мы не должны думать, что наука – это где-то там, а вот мы здесь, и мы живём своей налаженной жизнью, всё взаимосвязано. Ну, и почему именно для Латвии такие исследования ценные и интересные? Ну, во-первых, это, конечно, очень интересно. А с другой стороны, талые воды, они ведь формируют рельеф. Кое-где материал накапливается, то, что вода несёт с собой, это песок, это камни, галька очень часто, кое-где прорывают какие-то каналы. Таким образом, там, где существует ледник, образуется какой-то новый рельеф. И после того, как ледник полностью с территории исчезает, к примеру, с территории Латвии последний ледник начал исчезать, к примеру, 15 тысяч лет назад. И вот то, что мы видим ныне на территории Латвии, этот рельеф в основном обусловлен действиями ледника. Кое-где что-то накапливалось, кое-где что-то эродировано. И исследования ледников в Гренландии могут нам лучше позволить понять историю развития территории Латвии. И к тому же, ещё вдобавок, поскольку талые воды очень часто переносят в больших количествах песок, гравий, ну, волуны... Частицы каких-то там. Да, волуны нас меньше интересуют. Так вот, это же очень хорошие, полезные ископаемые. Песок и гравий, между прочим, в Латвии – это один из самых главных богатств. Так что исследование ледника в Гренландии может помочь, очень вероятно... Понять потенциал Латвии. Понять, как у нас распространены, скажем, такие или иные полезные ископаемые. Так, у нас сейчас перерыв на новости. И я напоминаю, что у нас в гостях Эрвин Лукшевич, мы говорим о предстоящей экспедиции в Гренландию учёных Латвийского университета. Но я думаю, мы будем говорить не только об этом, а вообще ещё и о том, чем занимается сегодня латвийская наука. И в частности, вот господин Лукшевич, как палеонтолог, он, может быть, расскажет нам о своих экспедициях и своих изысканиях. На Болткоме разворот! И только, в частности, на его факультете. Итак, вы хотели вот добавить об истории, немножко рассказать, вероятно, исследовательских вот этих работ в Гренландии? Да, и хотел немножко напомнить об истории изучения между двумя войнами. Латвия входила в состав тех 20 стран, которые занимались изучением арктических бассейнов, в том числе и Гренландии, в составе такой организации, как Аэроарктик. А сегодня она есть? Нет, к сожалению, уже после войны. Ну да, наверное. Сам ликвидировал, скажем. Да, может быть, так скажем. И один из активных исследователей был профессор нашего университета в 30-е годы Леонид Слауциитайс. Он был и географом, и геофизиком, к тому же ещё и музыкантом, кстати, консерваторию кончил. Так вот, он после Второй мировой войны жил в Аргентине и участвовал в изучении Антарктиды. Его работы хорошо известны. Ну и, кроме того, сравнительно недавно, в 70-е годы, Ивар Силес изучал гренландских белых медведей. Ему настолько там понравилось, что, если я не ошибаюсь, если что-то не изменилось, он живёт там по-прежнему. Да что вы. Так что... А сегодня, кстати говоря, вот у этой группы есть шансы увидеть непосредственно гренландских медведей белых? Или их уже нету? Поскольку мы, к сожалению, теряем в нашем животном мире достаточно много вот даже видов конкретных животных. Я так очень надеюсь, что не попадутся они друг другу на глазах. Нет, ну, в смысле, агрессивные, да. Да, ну, во-первых, белые медведи, конечно, довольно достаточно агрессивные могут быть, а с другой стороны, всё-таки так высоко на ледник они не поднимаются. Они в основном-то вдоль самого берега только прогуливаются. А наши ребята отправятся на сам ледник непосредственно на... Ну, там же необходимы какие-то определённые условия вообще просто бытовой жизни. И, наверное, считается, чем выше, там более разряженные слои воздуха, там достаточно сложно и просто существовать, и, наверное, и работать тем более, нет? Ну, слава богу, это всё-таки лето, поэтому температуры, видимо, днём будут позитивные, ночью, может быть, негативные. Трудно сказать конкретно, какое лето выдастся. Аппаратура у них и экипировка от нашего университета есть, они будут там, наверное, пару ночей проведут в гостинице, как только прилетят. А в дальнейшем они думают жить на леднике. Так что довольно сложные условия могут быть. Такие экстремальные условия. Довольно, да. Ну, в принципе, как и должно быть для настоящей экспедиции, да, чтобы всё было не такое комфортное, как вот дома, допустим. Скажите, пожалуйста, сегодня наука, даже не будем затрагивать тему финансирования, понятно, что её недостаточно, но вот сегодня наша наука, она продолжает активно работать или она такая вот на степени выживания находится? Да, к сожалению, надо отметить, что, видимо, действительно именно так обстоят дела, мы пытаемся выжить. Некоторые отрасли, так называемые, большой науки, физика, химия, некоторые другие, может быть, могут рассчитывать не столько на поддержку со стороны латвийского государства, а больше, может быть, на то, что удастся получить гранты Европейского Союза. Что касается палеонтологии, то палеонтологам очень сложная ситуация, поскольку в редких случаях удается... Вы хотите сказать, что прошлое малоинтересно? Нет, это очень интересно, но нужны либо какие-то очень ах и ох находки. К примеру, динозавров всегда всех очень интересуют, и стоит кому-то найти целый скелет, конечно, получить финансирование, ну, в основном от частного капитала, конечно. Как, кстати, в случае нашей гренландской экспедиции уже две фирмы выделили некоторые суммы, это фирма Иготе и ещё кое-кто. Или если идёт речь, например, о наших очень далёких предках, Дивонских тетроподах или четвероногих. Вот, к примеру, в 2009 году мы с коллегами из России в Коме-республике и коллегами из Швеции нашли древнее четвероногое на территории Тимана. Это такая гряда в республике Коми, приблизительно так, между Печорой и Уралом. И в 2012 году National Geographic, американское общество... Журнал опубликовал, да? Нет, они предоставили деньги на следующую экспедицию. И вы не участвовали? Да, я тоже участвовал, да. И результаты очень-очень хорошие. Много костей разных животных дивонских нашли. Примерно 370 миллионов лет назад они жили на той территории. И готовим публикации. А это животное, оно на кого похоже? Вот из тех, известно, которые у нас... Ну, это животное напоминает рыбу, но с ногами. Так что из ныне живущих вообще никого не напоминает. Никого, ни динозавров, никого. Представьте себе, тритона, только увеличенного до полтора метра. Вот такой вот величины. И причем в лапах вместо пяти пальцев восемь. Они перепончатые? То есть это как земноводное? Это предки земноводных. Ой, у нас оно было, я не успела принять. Скажите, пожалуйста, сегодня вообще в науку, в такую вот, как вы говорите, небольшую науку, вот как палеонтология, да, или вот те, которые занимаются изучением там льдов, идёт молодёжь или всё-таки преобладает такой, ну, скорее меркантильный интерес делать карьеру, да, успешную, и, ну, вот, чем заниматься, может быть, очень увлекательным делом. Вы же говорили до эфира, что учёные, в общем, это совершенно шутка, существует такая же, как и, наверное, про других творческих людей, да, что... Повторите сейчас, что вам сказал английский ваш коллега. Ну да, когда к нему пришёл кто-то из руководства и увидел, что вот занимаются люди наукой, палеонтологией, он говорит, это так интересно, а вам ещё и зарплату платят. Ну, правильно, то есть там такие, скажем, немножко сумасшедшие. Насколько интересное занятие. Да, конечно, изредка, но тем не менее появляются такие энтузиасты, для которых, скажем, может быть... Сама идея важнее. Да. Неважно, сколько за это будут платить и вообще будут ли платить, но интерес очень большой. Так что время от времени появляются у меня студенты, которые очень заинтересованы в палеонтологии. Некоторые продолжают свои изыскания, другие, может быть, иногда бывает, переключаются на что-нибудь другое, но тем не менее. Так, у нас звонок. Наушники наденьте, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем. Здравствуйте. Вот волею судьбы в прошлом году мы занимались ремонтом САРМ-лаборатории в САЛОСПЕС. И был очень удивлён, пообщавшись с учёными, которые там работают, был очень удивлён, что, оказывается, у нас в Латвии и конкретно в Латвийском университете проводятся работы по изучению и производству насосов для охлаждения атомных реакторов. Вот я хотел спросить. Понятно, что они производят и другие научные изыскания, а вот, допустим, эти деньги, которые получают за эти разработки, за изучение, за предоставление аппаратуры, которая уникальная там находится, вот они остаются всё-таки в Латвийском университете или уходят в бюджет государства? Спасибо. Вы что-то про это знаете? Можете как-то прокомментировать? Да, вопрос довольно сложный, поскольку о конкретной ситуации у меня вообще даже представления не было, честно говоря. но вопрос относительно того, куда отправляются деньги, это очень своеобразно. Если на какое-то исследование выделяется определённый грант или какие-то суммы, то известно, каким образом эта сумма в дальнейшем используется. Ну, во-первых, это инфраструктура, различная аппаратура, дополнение химикалий, очень много на них нужно тратить, особенно если это касается исследований в биологии, химии, это лаборатории, они, конечно, тоже требуют электричества, тепло и так далее. Затем какая-то часть отправляется в университет, но очень небольшая, для поддержки инфраструктуры всего университета. Естественно, что если производится на нашей территории, так сказать, в нашем факультете какое-то исследование, то для того, чтобы здание отапливали, к примеру, тоже нужно какие-то деньги, но это небольшая сумма. Ну и какая-то часть отправляется, конечно, в виде зарплаты тем людям, которые проводят эти исследования. Поскольку мы платим все налоги, естественно, часть возвращается в бюджет. Ну, я знаю, к сожалению, я не знаю, как это касается вашего факультета, но тех разработок, разработок, которые органическая химия, вот когда мы говорили, опять же, про фармацевтических препаратах, очень обидно, что у нас практически нет госзаказов, то есть государство не заказывает какие-то такие глобальные проекты, которые, осуществив, могло бы получать деньги очень больших бюджетов. Чаще всего к нашим светлым умам научным обращаются иногда иностранные какие-то или фармацевтические компании, или какие-то другие, и наши ученые справляются с этими задачами, но получается таким образом, что деньги уходят за пределы Латвии. Что касается вашего факультета, вы получаете какие-то подобные заказы, допустим, вот исследования, ну, я не знаю, там, территориальных каких-то особенностей, не обязательно Латвии, может быть, других районах земли, там, Европы, или вы только вот в пределах Латвии работаете, изучаете, вот, там, недра, опять же, то, что вот вы, как палеонтолог, там, допустим, ископаемые какие-то остатки организмов, и восстанавливаете таким образом, кто здесь был задолго до нас. Финансирование науки по разным каналам возможно. Ну, во-первых, это государственные программы. Что касается геологии, то в прошлом одна такая довольно обширная государственная программа осуществлялась в этом году, в марте. Будет отчет по достигнутым результатам. Профессор Валд Сеглинч руководил довольно долго этой программой, и вот будет решено, тогда будет продолжать или нет. Это связано с рациональным использованием недр для производства особых материалов, скажем. Ну, что значит особых? Это либо, может быть, какие-то нано-продукты, или какие-то особенные керамические изделия, и так далее, и так далее. Поскольку геология – это наука о недрах земных, и, естественно, мы очень много что используем на благо всего общества. Помимо таких вот государственных проектов, они, конечно, всегда получают финансирование только на конкурсной основе, это ясно, да? Когда-то существовала система, ну, еще 4 года или больше лет назад, система малых грантов, когда можно был один ведущий сотрудник или, может быть, представитель лаборатории мог получить какое-то финансирование для осуществления небольшого исследования в составе обычных трех-пяти человек, но ныне эта система не работает. Тем не менее, мы можем получить грант какой-то от Европейского Союза, если, опять же, на конкурсной основе удастся очень удачный проект какой-то осуществить. Но, к сожалению, подать грант в геологии очень сложно, поскольку трудно подобрать такую хорошую программу, в составе которой можно попытаться получить. Тема, которая была бы интересна, допустим, в Европе тоже, да? Да, поскольку Европейский Союз выделяет деньги, довольно солидные деньги, на осуществление исследований по определенным направлениям. Геологии среди них нет. Ну, есть какие-то аспекты. Ну, например, это изучение подземных вод. К примеру, сравнительно недавно один такой очень обширный проект был осуществлен на нашем факультете. Очень большое финансирование. Я, конечно, не стану сейчас упоминать, сколько миллионов получили, но солидный проект. Или изучение почв тоже какое-то время назад получило финансирование. Ну, и в-третьих, это может получить, конечно, какие-то деньги от частного капитала, если достаточно заинтересовать. Интересно. Скажите, пожалуйста, вот недра земли. Понятно, Латвия территориальная, небольшая страна. И у нас вот, ну, всегда считалось торф, да? Уголь. Уголь тоже у нас нет. Ну, и уголь, конечно, не перспективный. Песчаник, да, допустим, то есть вот для строительных каких-то отраслей. Что у нас ещё есть, что вот дало бы нам возможность сказать, что вот у нас, там, мы в этом смысле достаточно богатое состоятельное государство. Что мы могли бы использовать, допустим, для народного хозяйства? Так, то, что мы используем ныне, это доломит, это известняк, из него делают очень хороший цемент, это песок, грант, торф, подземная вода тоже, подземные воды, конечно, тоже являются полезными ископаемыми. Помимо того, довольно перспективные могут быть залежи железа, очень высокого качества, но, правда, они на большой глубине в восточной Латвии. Поэтому добыча, наверное, этого существует. Добыча пока нерентабельна. Нет, совершенно нерентабельна. Это получилось бы, наверное, по цене золота, но очень хорошее железо, не хуже шведского. И в противоположном направлении, если бросим взгляд на Курзами, там в недрах Земли на довольно большой глубине, нигде не обнажается, есть геологическая структура, которую не совсем правильно называют Рижским Плутоном. Почему неправильно? Потому что он вообще-то на территории Курзами и Балтийского моря, но не под нами, не под Ригой. Так вот, этот Плутон в южной части, возможно, содержит очень богатые залежи, которые залежи мы вообще-то называть сложно, поскольку эти металлы, такие как медь, начиная с меди, медник или многие другие, они в дисперсном состоянии там могут быть, но очень перспективные. И тогда очень короткий вопрос, можно, я не знаю, по теме или нет, поскольку все-таки мы говорим все время о том, что мы экологически чистая страна, очень зеленая, и много всяких плюсов упоминаем. Вот это увлечение, допустим, рапсом, насколько это может, как вам кажется, вредить нашей земле, ведь считается, что после рапса потом три года нельзя сожжать, земля должна отдыхать, он все-таки достаточно ядовитый. А у нас повальное увлечение, и вот Латвия стала таким, если уместно слово полигон, все крестьяне схватились, поскольку дает прибыль конкретную, но вот как-то сомнительно, все-таки, если это растение, оно такое, скажем, действующее, не очень хорошо на экологию земли, то не получится, что мы в кратчайшее время, скажем, эту землю вообще приведем в такое негодное состояние. Монокультура вообще не очень хорошая вещь. Неважно, это рапс или кукуруза, или, может быть, сахарная свекла, но об этом, конечно, сельскохозяйственники могут более подробно и компетентно говорить. С моей точки зрения, поскольку когда-то я учился на биологическом факультете, монокультура – это не очень хорошо, это верно. То есть надо было бы поберечь свою землю, поскольку у нас нет таких миллионных площадей, и если мы хотим, чтобы она все-таки в чисто экологическом виде досталась нашим детям и внукам, то хорошо бы нам подлоть. С умом надо подходить. С умом, да. Хорошо, спасибо. К сожалению, наше время истекло, потому что хотелось еще поговорить про вашу профессию как раз. Я думаю, что вы найдете время и придете к нам в гости еще раз. Эрвин Лукшевич был у нас сегодня в гостях, доктор геологии и профессор факультета Латвийского университета географии земельных наук. Всего доброго. Да, всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok